Вот так и греемся, включаем камин. В одной комнате живем. Цветы и то даже вон мерзнут. Поддерживает жизнь обогреватель. В поселке Пруцкой зима совсем близко. Отопительный сезон начался, но в квартирах 14 градусов. В семье Веры Николаевны даже перестали разуваться дома. Вот, все подклеилось, все невыносимо. Нет, даже и тут, и то вот дверь рядом вроде бы, а все равно вот такая песня. Холодно, вообще невыносимо. Углы все мокрые. Готовим, оно все у нас это. И прям, я не знаю, обои подклеились. Спим, одетые в халатах, носках шерстяных. Постель сушила, сушила летом. Сейчас лечь невыносимо, как будто ее водой облили. Тепланит не только в домах жителей поселка. Страдают и социальные объекты. Садик, несмотря на низкую температуру, продолжал работать. Закрыли его только сегодня, на три дня. Как говорит заведующая, из-за подачи отопления. В Пруцком четыре котельных. Одна старая настолько, что в этом году ее решили не эксплуатировать. Всю нагрузку берут на себя три новых, модульных, для больницы, детсада и школы и жилых домов. Сдали эти объекты, по словам жителей, в этом году. Так они и стояли до осени. Во время съемок мы тоже не увидели на котельных рабочих. Поставили новые модульные котельные, пока не запустили. Идут ремонтные работы. В данный момент детский сад закрыт на прессовку труб. Как бы двух годовалых держать в 13 градусной температуре, но это вообще нереально. Дети в двух слоях одежды. Холодно. Они начинают вплоть до того, что писькаются и все. Просто нереально. Школа продолжает работать в прежнем режиме. Сейчас здесь проходят уроки. Но увидев нашу съемочную группу, двери закрыли. Комментарии давать отказались. Работает на уроки сокращенные. Этому дети рады. Обогреватель в здание не поставить. Это противоречит пожарной безопасности. Из-за нарушения санэпидтребований температурного режима школу и вовсе могут закрыть. Холодно в школе, конечно. Очень холодно. В квартирах очень холодно. Расценки дикие на тепло у нас 6-7 тысяч в месяц. А вот и даже не говорят, когда и чего. Говорят, что не опробированы еще новые котельные. Ничего такого не происходит. У нас как бы все будет хорошо. Ситуация каждый год? Или вот первый раз? Ну как ситуация? Ситуация, она бывает разная. Форс-мажор. Вот, пожалуйста, они запустили. Не пошло. Они же не могут рисковать. Правда, котельная – это газ. Поэтому все очень серьезно, опасно. Но сейчас вопрос решается. Запущена первая котельная, которая будет отапливать детский сад. В данный момент ведется работа по запуску основной котельной мощностью. Два котла по 2,5 мегаватта. После этого будет запущена третья локальная котельная, которая будет отапливать амбулаторий. По словам главы района, в систему отопления поселка за последние два года с помощью краевого бюджета вложили почти 50 миллионов рублей. Поэтому Воронов уверен, что Пруцкой станет самой теплой точкой на карте района уже в ближайшие дни. София Яценко, Александр Антропов. День с толком.